В Армавире отметили грандиозное новоселье. Там открыли новую школу. Ма, это ваш кабинет. Ваш кабинет? Да. Ну да, внутри написано, второй Б. Валера Ставицкий будет заниматься за новой партой, обязательно первой. Второклассник с любопытством рассматривает классный кабинет и показывает своей маме. Развивающие игры, интерактивная доска. Ничего подобного в старом корпусе не было. Но еще больше родители школьников оценили новое время занятий детей. Плюс, конечно же, огромный в первой смене, потому что мы уже проучились во второй смене, немножко неудобно. Весь день занят школой, а теперь мы будем освобождаться до обеда, и весь день у нас будет свободный. Мы, наверное, подумаем о дополнительных секциях, кружках, возможно, пойдем в музыкальную школу. В новое трехэтажное здание на уроки будут ходить ученики 14 начальных классов. И у всех занятия теперь будут начинаться с утра в первую смену. Чтобы выполнить это поручение президента по типовому проекту, школьный корпус построили меньше, чем за год. Радостно начинать Новый год с новой школы. Это школа будущего. И это очень важно нам понимать, если мы говорим об экономическом развитии нашего региона, если мы говорим о качестве медицинских услуг, о качестве образования, то вот это самое качество рождается здесь, в школах. В тех школах, которые мы сегодня построим. В современных школах. Потому что нам очень важно, чтобы дети были успешными. И если мы сможем в них вложиться, дать им основу, базу знаний, и они станут успешными. Наш край, нашу Кубань будет еще более успешнее завтра. Новую пристройку возвели благодаря поддержке правительства страны. Строительство корпуса начальной школы в Армавире обошлось в 300 миллионов рублей. При этом большая часть – это федеральные деньги, порядка 200 миллионов. Армавир нуждался в новых школах, потому что во вторую смену у нас учатся более 7,5 тысяч ребят. И вот тот подарок, который сегодня город Армавир получил, это очень знаково для нас, потому что больше 30 лет в городе Армавире не строилось новую школу. Группа компаний сейчас, благодаря решению администрации края, строительство школ, в данный момент три школы строятся. Планируется дальше еще увеличение строительства школ. Новый корпус Армавирской девятой школы – по сути самостоятельное здание. Свой большой пищеблок с разнообразным меню на каждый день. Спортзал, которому позавидует любой атлет. Медицинские пункты, где даже есть стоматологический кабинет. Тут же и помещение для занятий ритмикой, секция робототехники, группа продленного дня. Кроме того, здание школы разбили на зоны. Например, на первом этаже будут учиться только первые классы, а вторые – этажом высшим. Продумали и досуг детей на переменах. Так называемые места рекреации, где можно поиграть в классики или в шахматы. С современным оборудованием оснастили каждый учебный кабинет. Как признался губернатор, о таком в его детстве можно было только мечтать. Это уже будет таким классом, который может быть частью из нашего детства. Но уровень, конечно, в целом оборудования, объемов и аудиторий, и холлов, и коридоров, да и классов, конечно, явно не из нашего детства. А из наших мечт. Мечты сбываются. Им повезло. Сегодняшним мальчишкам, девчонкам повезло. Потому что то, о чем мы мечтали, для них – реальность. Это самое главное. Нам тоже повезло, потому что работать в таких классах, в такой школе тоже. Впрочем, учителям есть чем сравнивать не только в роли педагогов. За чаепитием с Венемином Кондратьевым выяснилось, что большинство из них – выпускники этой школы. Правда, занимались грамотой и арифметикой, а не в соседнем старом здании. Теперь же у них появилось куда больше возможностей сделать образовательный процесс еще и увлекательным. В нашей школе именно собрали очень много методической литературы, у нас много информационного материала. То есть мы теперь можем и рассказать, и показать, и вовлечь, чтобы наши дети научились. И мы думаем, что мы дадим именно качественное образование, и мы будем выпускать уже успешных учеников. Две категории, которые сегодня для меня в большом приоритете – врачи и учителя. Потому что от этого зависит, во-первых, как я уже сказал, будущее – это в ваших руках, но и здоровье, и будущего, и настоящего – это врачи. И сегодня, да, мы активно, бюджет сегодня наполняется, активно работаем. Явно этого недостаточно, явно недостаточно для того, чтобы мы все-таки очень так ощутимо подошли к решению ваших бытовых вопросов. Это я реально понимаю, реально понимаю, я об этом думаю. И вот как только еще мы сможем на один уровень подняться в бюджете, мы здесь пойдем на эти решения, где-то бесцендентные решения. Поддержка учителей – один из приоритетов для краевых властей, ведь смогут ли дети в этих стенах получить качественное образование уже зависит от самих педагогов. И сегодня армавирские учителя с этой задачей справляются, отметил Вениамин Кондратьев. И со своей стороны пообещал, что регион будет и дальше продолжать создавать условия строить новые школы. Такие школы строились больше и больше, и не только армавир. Сегодня мог гордиться такой школой, и она не должна у вас быть последней, а крайней, как говорят летчики. Но, конечно, во всем крае такие школы должны появляться, потому что, я уже сказал, мы строим лишь школы, мы строим будущее. У нас армавир первая, ласточка Вениамин, от чего мы сегодня открыли. Сегодня же в Орубском детский сад открываем. Завтра в Сочи школа на 400 мест мы открываем. 7 марта Новороссийск, Гайдук, школа на 400 мест. А 1 сентября мы впервые, Вениамин Ач, в истории вообще региона получаем школу 1500. А в Краснодаре 1000 еще в Краснодаре и несколько еще проектов. Всего в этом году в Краснодарском крае одновременно по федеральной программе возводят 10 новых учебных заведений в разных районах Кубани. И уже до 1 сентября с 8 из них прозвенит самый первый в истории школ звонок.